Уже в следующий четверг, 1 июля, в Кенсингтонском дворце состоится знаменательное событие – открытие памятника принцессе Диане. В нем примет участие принц Гарри, который специально прилетит из США. Меган Маркл вместе с сыном Арчи и новорожденной дочерью Лилибет не будут сопровождать герцога в поездке. На протяжении нескольких последних месяцев Уильям и Гарри практически не общались, в последний раз они виделись на похоронах своего дедушки принца Филиппа. Королевский эксперт считает, что принцам необходимо серьезно поговорить, в противном случае их совместное появление перед статуей – это всего лишь поверхностный жест, не более. Их отношения по-прежнему очень натянутые, и пока нет никаких признаков того, что в ближайшее время будут какие-то подвижки. Накануне появилась информация, что лед в отношениях герцогов тронулся, Кейт Миддлтон и принцу Ильям готовятся нанести тайный визит Меган Маркл и принцу Гарри в Калифорнию. 39-летняя Меган Маркл твердо намерена защищать свои честь и достоинства до конца после серии обвинений сотрудников Букингемского дворца в ее адрес, передает The Mirror. Герцогиня Сосекская выступит с полным опровержением информации о том, что она издевалась над королевским персоналом, и потребует от противоположной стороны предоставить перечень фактов и доказательств буллинга с ее стороны, если таковые имеются. Отмечается, что по крайней мере 10 бывших сотрудников дворца готовы помочь расследованию, которое стартовало еще в начале марта и проводится независимой юридической фирмой. Напомним, что ранее журнал Times со ссылкой на инсайдеров рассказал, что Меган Маркл издевалась над своими подопечными. Двоих личных помощников она выгнала, а остальные ее очень опасались. Эту информацию подтвердил бывший секретарь по коммуникациям герцогов сосекских Джейсон Кнауф, который еще в 2018 году подал жалобу на Меган. Однако принц Гарри долго уговаривал забрать заявление. Нынешний пресс-секретарь сосекских, в свою очередь, поспешил опровергнуть эти домыслы в СМИ, он заявил, что таким образом Букингемский дворец подрывает доверие к герцогам из-за выхода в эфир их большого интервью с опрой Уинфри. Меган и Гарри стали жертвами рассчитанной клеветнической кампании, основанной на водящей в заблуждение дезинформации, сказал представитель супругов. В настоящее время расследование продолжается, а объявление результатов может быть отложено до следующего года. Такое ощущение, что все приведет к жестокой схватке между герцогиней сосекской, которая, как известно, оспаривает все обвинения, выдвинутые против нее, отметил инсайдер. Дворец очень серьезно относится к расследованию и хочет докопаться до истины и убедиться, правдивы ли заявления сотрудников о буллинге и травле. Меган непреклонна. Она по-прежнему утверждает, что персонал попросту не справлялся со своей работой. Королевский эксперт Роберт Лейси, автор книги «Битва братьев» и консультант сериала «Корона», добавляет, что именно тогда в отношениях принца Уильяма и принца Гарри произошел серьезный раскол. Герцог Кембриджский якобы встал на защиту придворных и выгнал своего брата и его супругу из Кенсингтонского дворца во Фрогморхаус за их безнравственное поведение. Уильям подозревал, что Меган изначально была враждебно настроена по отношению к королевской системе. Она с самого начала планировала покинуть монархию и вернуться в Америку. Гарри перенял от нее самые плохие качества, он тоже кричал на своих помощников. Кейт всегда опасалась Меган, а Уильям ощущал себя преданным. Он боялся, что Маркл украдет у него младшего брата. 1 июля в Лондоне состоится открытие статуи принцессы Дианы, мероприятие приурочено к 60-летию со дня ее рождения. По этому случаю королевская семья вновь соберется вместе. Известно, что на церемонии будет и принц Гарри, который специально ради церемонии прилетит из США, однако его предстоящее появление пришлось по душе не всем. По данным The Sun, принц Чарльз не планирует встречаться со своим сыном, герцогом Сосекским. Отмечается, что он избегал встречи с наследником и на похоронах мужа Елизаветы II, принца Филиппа, которые прошли в апреле. По словам инсайдера, отношения родственников по-прежнему очень натянутые, пока нет никаких признаков того, что в ближайшее время произойдет какое-либо сближение. Кроме того, отца принца Гарри не будет в Лондоне в период приезда герцога. У принца Чарльза запланированы встречи в Шотландии, которые он, судя по всему, не намерен отменять. Источник подтвердил, что отец принца Гарри оставит его в компании старшего брата, принца Уильяма, Чарльз оставит мальчиков наедине с собой. Чарльз совершенно ясно дал понять, что встречи не будет, потому что он собирается в Шотландию. Разговора между ними тремя не запланировано. Инсайдер отметил, что братья редко общаются друг с другом, но в память о матери на мероприятии появятся вместе и даже постараются установить временное перемирие. Принц Гарри и принц Уильям, по сообщениям королевских экспертов, объявляют временное перемирие в связи с открытием статуи принцессы Дианы, которая состоится 1 июля на территории Кенсингтонского дворца. Это совсметный проект братьев, который они начали еще в 2017 году, и им обоим крайне важно довести его до конца, зарыв на время топор войны. На протяжении последних нескольких месяцев Уильям и Гарри общаются лишь посредством сухих и коротких текстовых сообщений. Никаких личных встреч или нормальных разговоров между ними не было, заявил источник газеты The Sun. Их отношения по-прежнему очень натянутые, и пока нет никаких признаков того, что в ближайшее время будут какие-то подвижки. Также стало известно, что расследование дела по обвинению Меган Маркл в буллинге и издевательствах над персоналом Букингемского дворца откладывается до следующего года. Об этом сообщает The Times. Герцогиня Сосекская по-прежнему продолжает упорно опровергать все нападки в свою сторону. Дворец привлек внешнюю независимую юридическую фирму для проведения расследования и пока не дает официальных комментариев. Журналист и писатель, автор книги «В поисках свободы» Амитскоби подчеркнул, что он ожидает, что открытие статуи принцессы Дианы продемонстрирует, что отношения Гарри и Уильяма могут быть сердечными и уважительными, ведь их сплотят воспоминания о жизни матери и все разногласия на время забудутся. Может быть, это и будет тот самый ледокол, который разобьет лед в их отношениях, добавил Скоби. Принцы не смогут поговорить наедине на большом мероприятии, хотя им, конечно, есть что обсудить. Сообщается также, что принц Чарльз останется в Шотландии, когда принц Гарри прибудет в Англию в ближайшие дни. В начале июня Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. Экс-актриса родила дочь, которую назвали Лилибет Диана. Сразу после ее появления на свет, герцоги сосекские решили уйти в декрет продолжительностью пять месяцев. Однако при этом пара не учла некоторые финансовые вопросы. Как пишет Экспресс, у Меган и Гарри есть невыполненные обязательства перед сервисом потокового аудиоспатифи. Контракт с компанией на сумму 25 миллионов долларов США они заключили еще в прошлом году. За этот период выпустили несколько подкастов общей продолжительностью 35 минут. Последний из них был создан накануне Рождества. В этом году, согласно договору, сервис планировал запустить оригинальное шоу с участием супругов. Но они ушли в декретный отпуск. Субтитры создавал DimaTorzok